Приветствую вас! Давайте разбираться с тем, что вы написали. Я пока что не буду раскрывать все моменты, потому что моментов здесь достаточно много, прилично. Пока я просто пройдусь по вашему тексту и укажу на определенные аспекты, на определенные элементы, на которые вам стоит обратить внимание. И ваша жизнь в результате этого, я надеюсь, предстанет немножечко под другим углом, и вы сможете посмотреть на этот Фейнэш. Итак, вы пишите, я уродина, и мне это надоело. Значит, первое слово, которое вы используете, да, я не буду его больше повторять, да, по ряду причин. Вот, первое слово, это оценочное суждение. То есть у вас имеет место быть оценочное суждение себя, что вы какая-то не такая, что вы такая, какой быть не должны. Поскольку это оценочное суждение себя, то я более чем уверен, что это не ваше. Я более чем уверен, что это оценочное суждение является, ну, чьим-то. Чьим-то другим, но не вашим, короче говоря. А чьим оно является, я, конечно, сказать не могу. Но, тем не менее, оценочное суждение, это первое, что у вас есть. И так подумайте, как вы пришли к тому, к чему пришли. То есть как вы пришли к тому, что вы называете себя так. Откуда это взялось, с каких пор вы стали про себя так думать, на кого опираетесь в своей оценке себя и так далее. Преследуйте. Преследуйте. Это первый и важный аспект. А... Аспект второй. Аспект второй. Как вам напрямую вредит то, о чем вы говорите? Ну, ну, то есть, вот, эээ... То, что, эээ... Как вы о себе думаете? То есть, эээ... Что-то вы, что-то вы, вот... Ну, грубо говоря, эээ... Себе не нравитесь. Да, вот, давайте... Так... Скажем. Как это... Влияет на вас? Какой вред... Вам это несет? В чем этот вред? В чем негатив? И так далее. На этот вопрос... Нужно... Ответить. Далее. Вы пишите мне. Это надоело. Это надоело. Это определенная такая, знаете... Определенная реакция, да? Определенная позиция. Определенное... Отношение. Надоело. То есть, вы терпели, 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 а теперь вот... Решили начать это менять. Да? Ну, вот... То, что вам, собственно говоря, не нравится. И на... Первый взгляд, все хорошо. На первый взгляд, все замечательно. Но... Подумайте вот о чем. Если вы... Решили что-то менять... Под воздействием того... Того... Что не является вашим, а мы, я надеюсь, пришли к выводу, что... Оценочные суждения, которые вы используете в... В своих мыслях. Не ваши. То есть, принадлежат они не вам. То есть... К вам они не относятся. Оценочные суждения эти. То есть, вы... О себе сами... Так не думайте. Вот именно вы о себе сами. Кто-то о вас... Так думает. Да, кто-то. Но не вы. Так вот. Получается, что... Меняясь... И пытаясь... Бросить вес, похудеть, и все такое прочее. Вы... Идете... На поводу у тех... Кто эти оценочные суждения вам... Дал. И, по сути, вы подтверждаете... Своими действиями... Что вы действительно... Некрасивая. Что вы действительно не такая. Что вы действительно... Должны меняться. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. Любви к себе... Любви к себе... От этого больше не становится. К сожалению. Любви к себе. Значит... Соответственно... Как... Вследствие... Этого... Меньше... Шансы... На... Построение... Отношений... Ну... Адекватных отношений... Я имею ввиду. С мужчинами. То есть, вот как раз... Чтобы... Не таких... Которых... Которых вы боитесь. Которые... 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 Как... Вы думаете... Могут быть... У вас. Понятно, да? О чем идет речь? Кхм... Если... Все это... Ради мужчин... Если все это вы делаете ради мужчин... То ситуация здесь заключается именно в этом. Если хотите отношений... Что... Обмолчение это безусловное принятие себя. Ой, то есть, безусловное принятие других. А... Безусловное принятие других... Возможно... Только... В том случае, если... Ээээ... Вы... Безусловно принимаете себя. Снимаете? Вот. И... Соответственно... Соответственно... Именно на безусловное принятие себя и... Должны быть направлены первые ваши силы. Не на создание условий... Для того, чтобы вы себя... Эээ... Приняли. А именно... Именно... На... Безусловное... Принятие себя. Пожалуйста... Эээ... Пожалуйста... 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 Поздравитесь это понять. Дальше. Я решил посещать спортзал на кардио тренировках, выкладываясь полностью, насколько здоровье позволяет. Плачу... Две тысячи калорий на килограмм. Так вот мой план. А цель у плана какой? Вот я занималась месяц, но поскольку не могу не есть, и не могу не есть, похудела очень сильно. Эээ... Пишите вы. Невольно возникает вопрос. Что значит не могу не есть? Что значит не могу не есть? Вы... Зависимы от еды. И здесь вы как бы... Сразу... Отвечаете. Как бы себе. Сразу. То есть не себе, а нам. Сразу. Отвечаете. Что. Единственная моя радость. Это. Еда. А как. Возникает вопрос. Радует вас. Еда. Как. Возникает вопрос. Вы получаете наслаждение от еды. Ведь. Желание. Это здесь. У вас. Не. А. 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 Самой еде. Вы же ведь не будете наверное спорить с тем, что вы не голодны. что вы не испытываете именно голод, а значит, речь немножечко о другом, либо о защите, как сказал мой коллега, что голод, что лишний вес защищает вас от мужчин, ну вот, что вы боитесь близости с мужчинами, либо вы пытаетесь таким образом получить не что иное, как любовь, не что иное, как некую такую защищённость, некую такую стабильность и так далее, то есть, еда стала для вас единственным источником радости, это ненормально, значит, вы не прислушиваетесь к себе, вы не прислушиваетесь к своим чувствам, вы не прислушиваетесь к своим желаниям, вот. И самое главное, наверное, что вы не верите в то, что ваши желания достойны того, чтобы они реализовались, это тоже немаловажный аспект. так, значит, я так могу годами худеть, ну так, выбирайте, опять же, аноним, либо вы анализируете, либо вы анализируете то, что для вас на ваших еда, и какие она функции выполняет для вас, либо вы худеете годами, и получаете от этого, и получаете от этого, ну, какую-либо вторичную выгоду, вот. Дальше идём. То есть тут вот у вас, как бы, знаете, детская позиция такая, я так буду годами худеть, ну так, аааа, что вы готовы сделать там, для того, чтобы худеть быстрее? Получается, я себя лишил и последней радости поесть, об этом говорил. У меня толком нет общения, работаю за компьютером удалённо. Мне говорят вопрос, случайно ли вы выбрали себе такую работу, за компьютером удалённо? Сижу на сайте, знаком, под чужой фоткой. Опять же, вся история с мужчинами, которую вы описываете, то есть вся вот эта вот история про то, что мужчины-альфонсы, там, свекрови, всё вот это вот, что вы описали, всё это, возможно, как раз-таки, скорее всего, именно на сайтах знакомств. Потому что процент мужчин нормальных, серьёзных, на сайтах знакомств значительно ниже. И получается, что вы, как будто бы специально идёте на сайт знакомств, чтобы подтвердить свою позицию относительно мужчин. чтобы подтвердить своё мнение относительно мужчин. Потому что нормальных, адекватных мужчин, которые не были бы альфонсами, мужчин, которые не имели бы проблем, там, со свекровью и прочее, прочее, прочее. Да? Вот все эти мужчины, они находятся не на сайтах знакомств. Они находятся в реальной жизни. Но вопрос заключается в том, что вы-то не в реальной жизни, а? Вы-то находитесь на сайтах знакомств. А что там на сайтах знакомств общего между вами, да, и мужчинами? Вы-то подумайте на эту тему немножечко. Вот. Понимаете, какой момент? Поэтому тут необходимо так же, как следует, подумать, подумать. для чего я это делаю, зачем я это делаю, чего я хочу. То есть, вот. Хочу ли я реальных отношений? И туда ли я пришла за реальными отношениями? Вот. Это важно. На самом деле. Для чего вы пришли на сайт знакомств. Именно. И здесь, на самом деле, не особо важно, под своими фотографиями вы сидите или нет. Хотя, то, что вы сидите не под своими, говорит о том, что вы себя не принимаете, но об этом я уже говорил. Об этом я уже говорил. И повторять это смысл, мне кажется, нет. Ну, именно вот это повторять. Смысл нет. Смысл нет. Смысл нет. Смысл нет. Смысл нет. Потому что у меня его нет, а я хотел это изменить. Что просто взять и просто познакомиться с кем-то на сайтах знакомств. Такого мужчину вы хотите? Себе? Или как? Или что? Что? То есть, тут вот, что же, надо бы, надо бы, надо бы, надо бы, как следует подумать. Что вот это всё, что вы делаете? Что это? Как это? Для чего это? Понимаете? Потому что мужчина, он самоцелью быть не может никак. Мужчина, он может быть тут только, как бы это сказать, сопутствующим чем-то. Мужчина может быть чем-то параллельным. Или мужчина, как в одной книге, только десерт. Книга, кстати, так и называется. Мужчина, только десерт. Можете почитать. Её. Ну, эту книгу. Вот. Вот. Она есть в интернете. Вот. Её можно свободно прочитать. Вот. Почитайте. Я думаю, это будет для вас полезно. Вот. Значит, это такой аспект. Момент, да? Далее. Вы пишите. Я хотел это изменить. То есть, хотел изменить то, что у меня, значит, нет мужчин. Как вы хотели это изменить? Это тоже важный, важный момент. Как именно конкретно вы хотели изменить тот факт, что у вас нет мужчин? Мужчина. Тренажёрный зал? Ну, хорошо. Хорошо. Тренажёрный зал. Ладно. А ещё, помимо стренажёрного зала. Вот если вы похудеете, допустим, а мужчина, он с вами познакомится, будет с вами общаться, а вы будете думать, соответственно, что он с вами только вот из-за фигуры из-за внешности. Никому лучше об этом не будет, опять же. Дальше возраст. Вы пишите лет, мне уже больше тридцати. И ещё один стереотип, и ещё одна оценочная установка, оценочное осуждение, и ещё одно оценочное осуждение, только на этот раз касающееся возраста. Так. Вам больше тридцати. И что? Дальше. Вы молоды, вы сильны, вы полны энергии. Неужели это действительно так важно, сколько вам лет? Вот. Откуда, точнее говоря, у вас идёт эта установка по поводу возраста. Дальше. Меня пугает новая жизнь. Вот похудеется дальше. Правильно. Потому что похудение, как и любой физиологический фактор, не может быть самой целью. Помимо того, что вы похудеете, помимо этого, ещё должно быть что-то. То есть, должны быть какие-то цели. Должны быть какие-то, ну, планы, долгосрочные. Понимаете? Вот. Которые не связаны вот с тем, что вы похудеете или нет. Вот это, пожалуй, и является по-настоящему важным. Поэтому вас и пугает внешний мир. Потому что вы чувствуете, что желание похудеть, это единственное ваше желание. Стремление похудеть, это одно из ведущих, один, один из ведущих мотивов вашей деятельности. Вот. Но так быть не может, потому что это не может быть единственным мотивом вашей деятельности. То есть, помимо этого, помимо должно быть что-то, что-то ещё. Вам для себя нужно создать что-то ещё. Где похудение, работа с весом, работа в тренажёрном зале, это всего лишь обстоятельства, это всего лишь элемент деятельности. Понимаете? Ну, просто, например, для укрепления здоровья, например, скажем так. Вот. И всё. Дальше. Так. Ну, вот похудею, а стыд дальше. Незнакомый мир. Почему незнакомый мир? А почему незнакомый мир? Почему сразу незнакомый мир? Ну, то есть, у вас есть, наверное, друзья, у вас есть, наверное, какие-то, значит, ну, общественные, скажем так, наработки. И вы же не всегда работали удалённо, да? То есть, наверняка, наверняка есть что-то. Ну, что-то ещё, наверняка я не верю в то, что ничего нет больше у вас. То есть, я практически знаю, точно знаю, что у вас должны быть навыки. Навыки арендации в реальном мире. Вот. С другой стороны, если вы ушли в удалённую работу, значит, не случайно. То есть, если, если... 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 Вас с вами двигал... Страх... Допустим... Допустим... Или... Что-то ещё... То в этом случае, конечно, мир действительно будет незнакомым. Но только... По... Той простой причине, что вы хотите, чтобы он был незнакомым, потому что он вам угрожал. Да. Вот. И... Вопрос заключается в том, в чём конкретно, по факту, вы видите угрозу для себя. Вот. В чём она угроза для вас? Ну, ну, по крайней мере. По крайней мере для вас. В чём угроза? Это то, что в обязательном порядке. Нужно... Исследовать. Потому что это, ну, в общем, в общем... Достаточно... Серьёзно. То, что... Выпишется. Да. То, что... Мир... Незнакомый. Да. То, что вы... Теряетесь в нём. Ну, или... 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 Можете... Можете... Теряться... В нём. Вот. То есть... Тут, конечно... Нужно, вот... Анализировать. Тут, конечно, нужно анализировать. Насколько вы адаптированы. К миру, да. И... Насколько всё это естественно. Естественно. Вот. Дальше. Дальше. Вы... Пишете. Играть по правилам. Ну, по... Вот. По его правилам. Да. По правилам. Мира. Вик. Очень... Интересный момент. На мой взгляд. Вы... Запрагиваете. Потому что... Это определённая ловушка. Да. То есть, что значит... Что значит... Играть по его правилам. Играть по правилам мира это... Слишком... Глобальная позиция. Слишком... Эм... Отдалённая. От... Реального мира. То есть, слишком отдалённая от реальности. И... Скорее всего... Эм... Скорее всего... Есть... Некая выгода... Эм... Для вас... В том... Что вы считаете... Мир... Таковым. Вот. Я, опять же... Не знаю... Пока... Для чего вы говорите по его правилам и так далее. Но до тех пор... Пока вы... Думаете про... Него... Про мир... Так? До тех пор, пока вы... Не готовы принять себя... Ну, вообще... Это... Нормально и естественно, что... Мир вам кажется враждебным, потому что... Вы ведь... Не находитесь в гармонии с собой. И... Соответственно... Откуда взяться... Эм... Невраждебному миру... Тогда... То есть... Все, в принципе, здесь... Правильно. Все, в принципе... Эм... Здесь... Соответствует... Вот... То есть... До тех пор, пока вы не решите для себя эту проблему... Ну, вряд ли... Вряд ли... Вряд ли... Вряд ли... Вряд ли... Вряд ли... Вы действительно... Не сорвётесь... Потому что... Соблазн... Сорваться... Будет слишком... Слишком велик... Для вас... До тех пор... Пока... Вы... Эм... Вот... Не... Начнёте... Принимать... Себя... Такой... Какая вы... И... Есть... Я имею ввиду... Пока вы не избавитесь от вот этих вот негативных... Установок... Дальше... Боюсь, что мне будет ли хуже, когда я стану красивой и конкурентно... Способной... Ага... Ну, понимаете... Вот опять же, да? Опять же... Эм... Красивой и... Конкурентно способной... Говорите вы... Это немножечко... Не так работает... То есть... Конкурентность... Это... Выдумки... Вот... В человеческих отношениях... Конкурентность... Это... Выдумки... Потому что... Женщина выбирает... Мужчина... Либо... Испытывает к ней... Взаимность... Либо нет... Вот... И... Выбирает там... Хотите, нет... Хотите, нет... Не по... Внешним качествам... Ну, если это... Эм... Серьезный мужчина, конечно... Это первое... Второе... Эм... Вы... Если не считаете себя... Красивой... Красивой... Эм... Сейчас... То... Вряд ли будете считать себя красивой... И... В дальнейшем... Потому что... Человек, ну, либо... У... Либо условно... Принимает себя... Либо безусловно... Вот... Не бывает такого, что... Эм... Вот... Я себя... Не принимал, не принимал, да... Потом... Раз... И... Внезапно... Начал... Эм... Принимать... Вот... Такого... К сожалению... Не бывает... Поэтому... Конкуренчная способность... Это скорее миф... А... Красота... То есть условное принятие себя... Это иллюзия... Которая сейчас есть у вас... И... Которая припадёт... Когда вы достигнете определённого условия... Потому что... Как только вы достигнете определённого условия... Вы уже... Сразу же... Столкнетесь... Ну... Скорее всего... Столкнетесь... Эм... С необходимостью... Ну... Ну... Ещё... Другие условия... Выполнять... Эм... Для того, чтобы... Значит... Ну... Снова быть красивой... И... По итогу... Этого... Никогда не произойдёт... Вот... К сожалению... Дальше... Мужчины... Которые предают и бросают... Которым надо претерпеваться... Свекрови... Которым надо терпеть... Альфонси... Которые будут ломиться... В мою квартиру... Откуда столько негатива... К мужчинам... Вот... Эм... Серьёзно... Серьёзно... Откуда столько негатива... К мужчинам... Был опыт... Эм... Или какие-то... Взгляды... Или... Что-то ещё... Откуда столько негатива у вас... К мужчинам... Ведь я... Более чем уверен... Что... Это не просто так... То есть я более чем уверен... Что вы это откуда-то взяли... Всё... Ну... В смысле... В смысле... В смысле вы откуда-то взяли... Эту информацию... О... Эм... Ну... Такого типа... Вот... Да, такие мужчины есть... Но во-первых, вы можете... Их отслеживать на... Самой ранней стадии... И... Вообще говоря... К себе не подпускать... Во-вторых... Быть с этими мужчинами... Или не быть с ними... Это выбор... Только вас... Это только ваш выбор... И больше ничей... То есть... Никто не доставляют... Терпеть... Эм... Значит... Ну... Фиограф... Фигрови точнее... И так далее... Никто не оставляет это делать... Нет... Такого... Чтобы... Кто-то заставлял... А потому... Это... Всегда... 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 Выбор... Человека... То есть... Не мужчины... Которые... Являются... Тем или иным... А именно... Выбор... Человека... То есть... Грубо говоря... Вы... Выбираете... Например... Быть... Вот... С... Этим... Товарищем... Ну... Ну... Вот... С мужчиной... Таким... То есть... Это позиция жертвы... В целом... Тот, что вы описываете... Позиция безответственности... 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 Будет хотеть занять в моей жизни главное место, а его занимает ребенок. Э... Это вы... Откуда так решили-то... Что... Что... М... Мужчина будет хотеть... Занять... Э... Главное место... В вашей жизни... Откуда... Такая информация... Вообще... Вообще... Поступила... Вообще говоря... Э... Мужчина, который... Будет... Так... Себя вести... Да? Это... Знаете ли... Крайне неуверенный... Крайне неуверенный в себе... Субъект... Если он пытается... Занять главное место... В жизни женщин... Как правило... Мужчине... Уверенному в себе... Достаточно... Занимать... Ну... Определенное место в жизни... Женщины... Просто... Определенное... Место... В жизни женщины... Заметьте... Определенное... Не главное... Вище... Согласитесь... Разные... Одно дело... Определенное... И другое дело... Эээ... Главное... Вот... Поэтому... Здесь я... Вам... Эээ... Говорю вот... Примерно... В таком аспекте... То есть... Не надо эти вот... Две вещи... Путать... Дальше... А по какой причине ребенок у вас занимает главное место в жизни? Понимаете ли вы... Эээ... Что это для него... Для ребенка... Означает... Что он у вас... Главный... В жизни... Отдаетесь ли вы себе в этом отсчет? Какие... Ну... Понимаете ли вы... Какие могут быть... Последствия... У... Этого... У... Того, что... Он главный... В вашей жизни... Понимаете ли вы, что... Вы таким образом... Эээ... Принижаете... В некоторой степени... Себя... Саму... Жертвуете собой... Эээ... Впадаете в... Треугольник... Карпмана... Далее... Самое главное... У меня радости не осталось... Кроме еды... Вот именно... По идее... Ребенок должен быть радостью... Раз он у вас... Главный в жизни... А он вас... Как-то не радует... Согласитесь... Есть в этом... Что-то странное... Я говорю... У меня... Самое главное в жизни ребенок... А потом раз... А ребенок как-то... И не радует меня совсем... Ну вот... Я не могу назвать его... Радостью... И... Это... В общем-то... Интересный аспект... Как мне кажется... Потому что... Наверное... Наверное... Есть основания... Для того... Чтобы ребенок не был... Для вас... Радостью... Ну вот... Вот... Эм... С той радостью... Которая... Вот... Ну... Которая... Которая приносит... Действительно... Позитивные эмоции... Вот... А иначе тогда... Как? Так... То есть... Тут возникает вот... На мой взгляд... Конечно... Противоречие... Вот... И... Это противоречие... Оно... Довольно сильное... Довольно серьезное... Дальше... А... Значит... Ну... По поводу того, что вы к себе не прислушивались... Не прислушивались... Я уже сказал... Хотя... Коченый кузок... Росписи... По стеклу и граммике... Но... Успехов пока... Не видно... А... Простите... А вы... Вы это делаете ради... Вы это делаете ради... Результата? Ну вот... Ходите на грузок росписи... Понимаете ли вы, что нужно для успеха? Как вы думаете вообще... Что нужно для успеха? То есть... Понимаете ли вы, что дело здесь не... Не в... Не в... Не в результатах... Не в успехах... Дело здесь вообще в другом... Дело здесь... В... Эээ... В процессе... Скорее... То есть... Вы либо... Получаете удовольствие от процесса... Получаете удовольствие от процесса... Либо вы получаете удовольствие от процесса... Либо... Либо... Либо вы... Ну, собственно говоря... Не добиваетесь... Не добиваетесь успеха... нигде и ни в чем. Потому что нельзя добиться успеха, если ты не получаешь удовольствие от процесса. То есть непосредственно такое вот удовольствие от процесса. Когда тебе нравится сам процесс и в общем-то в целом плевать на результаты. На успехи. Вот. Это важный аспект. Далее. Вы спрашиваете о том, как не сорваться. И я отмечаю, что при таком раскладе, как у вас, при таком раскладе, вы сорветесь. И сорветесь очень быстро. Вот. И дело это на самом деле всего лишь времени. Потому что слишком много ресурсов, на мой взгляд, вы тратите на то, что вам, в общем-то, не то чтобы неприятно, не то чтобы не интересно. Да. А скорее на то, что ориентировано на результат. И по возможности хочется результата быстрого. Вот. А быстрого результата здесь не получить. Ну потому что в таких вещах быстрый результат не получают. Вообще умение жить здесь и сейчас является одним из самых главных. А вы, я полагаю, не будете спорить с тем, что здесь и сейчас вы не живете. А живете вы либо прошлым, либо будущим. Вот. Когда вы живете. Вы живете родительскими, родительскими установками, установками сверху. Вот. То есть по факту, в общем-то, ни то ни другое. Вам, ну, никакого удовольствия как такового не принесет. Ну, просто потому что нужно это совмещать. Это нужно совмещать. Нужно, чтобы взрослый, взрослый, все это себе сочетал, воедино. Вот. А у вас, я надеюсь, вы понимаете, да, что у вас ничего такого не происходит. То есть взрослый, у вас не сочетает ваши установки, да, ваши желания и какие-то установки. Вот. И поэтому, собственно, и возникают проблемы. И поэтому вы себя заставляете что-то делать. Вот. А потом срываетесь. Потому что делать это не по, ну, не по желанию это все делать. Не потому что хочется. А потому что надо, например. Вот. А так, так просто далеко не уедешь, не уедешь. Никуда. Особо. Вот. Поэтому, работа с потребностной сферой, это едва ли не самое главное для вас, работа с потребностной сферой. И там дальше уже будет, в принципе, более ясно, что и как с вами. То есть, что можно рекомендовать, над чем работать и так далее. Вот. Пока что вы продолжаете пребывать в неврозе. Вот. Пока что вы продолжаете идти на поводу у своих установок. Вот. Могута. Ну, я полагаю, что это можно исправить, можно это изменить. Аааа. В общем. В общем. В общем. В общем. В общем. Это можно исправить. И если, конечно, у вас, аааа. Будет желание. Для этого, на этом все, я надеюсь, что мой ответ был полезен для вас, надеюсь, что он помог, если вам остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и успеха. Спасибо за просмотр!